здравствуйте здравствуйте дорогие участники сегодняшнего вебинара меня зовут ольга костина и мы с вами сегодня продолжаем а серию наших тренинг вебинаров по работе в инстаграм большая просьба чтоб установилась связь напишите в чат плюсы а те кто меня хорошо видит и слышит отлично слышно видно очень хорошо итак прежде чем а мы сами приступим к сегодняшней теме я приглашу сегодняшнего соведущего я хочу узнать получить вашу обратную связь о том какие уже изменения у вас в вашем бизнесе вашем подходе к работе с инстаграм вашем аккаунте произошли какие изменения а завод те три занятия и 200 небольшим недели а вы почувствовали что у вас изменилось если есть результат напишите об этом вы хотите об этом рассказать а если вы только ждете результат то тоже напишите какого результата вы ожидаете напишите коротко но а то что нам поможет оценить а собственно а то что мы делаем количество подписчиков увеличилась у анастасии отлично анастасия если можно напишите пожалуйста а кто ваши подписчики это наши коралловцы или это представители вашей целевой аудитории а сложновато но работа идет вячеслав спасибо за ваш ответ самое главное чтобы вы понимали в каком направлении двигать ваши взаимодействие с целевой аудитории так елена вам настраивает аккаунт согласно рекомендациям очень хорошо рекомендации работают я могу сказать что у нас запланировано так получается что количество тем увеличивается и а до 26 декабря у нас с вами будет о чем говорить каждая тема будет достаточно обширна и а иногда подготавливая материал становится понятно что а в час с небольшим это не уложить лучше разбить на два блока до 26 декабря каждый а вторник и четверг мы с вами будем встречаться но всегда есть кусочки моменты закоулки нашего сознания которые нам хотелось бы в которых бы нам хотелось бы улучшить свои компетенции и возможно поговорить подробнее поэтому очень важно чтобы вы написали можете сделать это в чат вебинар и обязательно потом все прочту вы можете написать форму обратной связи или на электронный адрес проекта себе и написать эти темы которые вам особо будут интересны для того чтобы мы по ним подготовили для вас материал так светлана лаврушина есть просто больше ста подписчиков за сутки прекрасно если один пост принес такой результат светлана наверняка он был мега интересный для ваших подписчиков тактический вопрос людмила колесниченко задает мы с вами сейчас попробую вспомнить по моему 20 или 20 или 24 декабря как раз а наша встреча будет посвящена темами как личную страницу инстаграм а именно с ними сегодня сейчас работы а трансформировать в бизнес страницу то есть связать с бизнес страницей фейсбук дополнительные возможности какие у вас появятся как вы можете их использовать это все будет очень очень скоро 20 числах декабря так что людмила не пропускайте тренинг вебинара и обязательно мы подойдем к этой теме так анастасия спасибо а я еще раз прочитаю ваш вопрос его и в конце вебинара мы к нему вернемся и так спасибо за вашу обратную связь сегодня мы более углубленно рассматриваем тему как поднимать свой рейтинг какие инструменты для этого существует что используют успешные лидеры работающие в инстаграм как это делать качественно и эффективно сначала по нашему обычаю по правилам тренинг вебинаров мы с вами вспомним какие какое домашнее задание было еще раз подведем итог тому что мы уже сделали и что вы стали делать на регулярной основе возможно более качественно чем вы делали раньше либо пересмотрели свои подходы к тем или иным привычным обычным действиям и так а уже три вебинара было по итогам собственно у вас создан личный аккаунт в социальной сети инстаграм вы его оформили согласно тем рекомендациям которые давала наш эксперт вы определили свою целевую аудиторию и создали контент план соответственно создаете посты фотографии те которые будут интересны вашей целевой аудитории на прошлом занятии тема была как собственно приглашать тех кто вам нужен и кому вы будете интересна вашу страничку и вашим заданием было пригласить подписчики всех друзей из других социальных сетей это очень актуально для тех кто только создал аккаунт и подписчиков еще практически не было а также составит список тегов и геотегов потому что они помогут вам найти представителей вашей целевой аудитории собственно используя теги геотеги группы по интересам находить представители вашей целевой аудитории и проявлять свою активность лайкать их фотографии оставлять комментарии в беседах а также собственно делать приглашение предложить завязывать знакомства отправлять короткий приветственный текст который также был одним из ваших домашних заданий обязательно продолжаем делать публикацию по составленному контент плану и четко реагируя на интерес вашей аудитории это только вы можете видеть какие на какую тему публикации вызывают больше интерес то есть большее количество лайков либо комментариев вы получаете и соответственно продолжать делать те публикации которые наиболее интересны вашим подписчикам и пятый пункт нашего задания был отписываться от балласта вот я подозреваю что как раз у анастасии вопрос на эту тему с этим и связан если ваш аккаунт открыт то велика вероятность того что на вас будут подписываться абсолютно все кто заинтересован в количестве собственно подписчиков и не важно представить из вашей целевой аудитории будет вам важен интересен человек или нет просто чат под вас подписался и очень важно для того для чистоты сохранения на ваших подписчиков собственно возможности управлять активностью вашими подписчиками конечно очень важно чтобы этого балласта было как можно меньше соответственно и задание было научиться также отписываться тех людей которые не реагируют на ваши публикации которым они интересны вы как собственно человек который является экспертом в той или иной области и кто не интересен вам вот такие пять заданий было пожалуйста напишите в чат сколько из этих пунктов вы сделали просто перечислите пункт задание который выполнен вам ну на такую хорошую четверку с плюсом и приближается к пятерке напишите те пункты которые вы выполнили один-два-три-четыре наталья костаглот написала очень хорошо а валентина отписывается от балласта на пятерку молодец значит есть этот балласт уже налетела очень много спама а светлана так а вячеслав себе за аватар ставит пять с плюсом ну прекрасно очень хорошо 4 делайте публикации вера молодец очень здорово что вы на этот пункт уделили особое внимание потому что ничто кроме интересного аккаунта не привлечет и не удержит у вас а то аудиторию на которую вы работаете спасибо большое а я понимаю что есть еще над чем работать поэтому вернусь немножечко на самое самое начало нашего вебинара большая идет обратная связь по окончанию наших собственно онлайн встреч и зачастую вопросы касаются именно нахождение материала еще раз говорю что в вебинаре номер два на скриншотах я достаточно пошагово продемонстрировала как найти материалы о тех темах о которых мы говорим в том числе целевая аудитория на сайте проекта себе и коррл бизнес академии а я также достаточно пошагово рассказала где хранятся все видеозаписи всех вебинаров которые организуют компании на страничке на сайте нашей вебинарной площадке а если кто то пропустил эту тему обязательно вернитесь на тренинг номер два и он как раз начинался с такого вводного обучающего момента как собственно иметь все материалы при себе а этот вебинар у нас посмотрите первые две ссылочки в чате от меня это канал себе и видео банк сайта себе а также эти ссылки вы видите под видео вы видите два окошечка с видео и под ним есть слово ссылки там две ссылочки канал себе это канал коррл бизнес академии а на официальном канале ютуб коррл клаб конкретная ссылочка которая приведет вас ко всему списку всех размещенных видеоматериалов которые используются на сайте себе и вы можете смотреть там там же если на сайте себе и сайт себе и он построен как пошаговая система обучения когда ты не просто что то смотришь но ты выполняешь практические действия решаешь тесты изучаешь продукт и тебе тебя система подсчитать твои баллы хвалит тебя дает тебе сертификат тебя подбадривает двигается дальше но следующая тема не раскрыта пока ты не сделаешь задание предыдущий соответственно те у кого есть люди которых необходимо вести по обучению я очень рекомендую использовать именно обучающую платформу себе если вы хотите посмотреть какой-то один видеоматериал то вы можете воспользоваться каналом youtube блок себе и найти тот материал который вам особенно необходим это касается собственно на темы которая была наверное одной из наиболее важных и вызвала больше всего вопросов это целевая аудитория что такое как нарисовать портрет как понять как понять что нужно этим людям которые нужны мне так вот если вы зайдете на канал себе это первая ссылочка по сегодняшним видео то вы найдете этот видеоматериал эта тема представлена в исполнении Марии Рациборской но скажу сразу что на сайте себе это не просто видеоматериал это еще и интерактивное обучение аудиоматериал а также большое количество материалов для скачивания в удобных форматах которые вы можете использовать в работе поэтому кому нужно быстро но качественно посмотрите на youtube кто хочет действительно углубиться и понять эту тему то я вам очень рекомендую начинать обучение себе и на втором этапе вы найдете эту тему вы дойдете до этой темы и сможете изучить скачав еще и дополнительный материал вашу рабочую тетрадь но в любом случае и на канале себе и на видео площадке видеобанке сайта себе есть все материалы о наших тренинг вебинарах уже размещены все три предыдущие и я уверена что завтра к вечеру мы сразу к сожалению технически это невозможно мы разместим и сегодняшний вебинар я так рада что в чате уже не возникает вопросов а будет ли запись вебинара потому что я уверена что участники наших тренинг вебинаров знают что запись будет обязательно у нас есть два источника у нас есть площадка вебинарная где в разделе статистика можно скачать у нас есть сайт себе и официальный youtube компании в котором на котором также мы размещаем все материалы итак вспомнили где находятся наши дополнительные источники информации проверили домашние задания и продолжаем двигаться дальше традиционная небольшая рубрика рубрика лакмусовая бумажка бумага нашего успеха почему иногда в постах после публикации поста возникает ощущение что мои подписчики меня не слышат очень мало реакции пост висит уже какое-то время совершенно там какие-то одноразовые лайки появляются нет комментариев даже если был призыв какой-то был задан вопрос или озвучена тема когда я ожидаю какие-то ответы но почему-то не реагируют те люди которые по идее должны были отреагировать на мой пост на который он был направлен и что же будет в этом случае являться вот тем той категории которая определит так почему так что же видят меня слышат ли меня интересно ли им со мной я вот таких вот трех шикарных мартышек совершенно случайно обнаружила в интернете вот иногда даже я совершенно ведя совершенно личный свой аккаунт без привязки к какому-либо бизнесу у меня иногда возникает такое ощущение что на мой взгляд очень красивая фотография очень интересная какая-то мысль но такое впечатление что кто-то закрыл глаза и не увидел кто-то закрыл рот и не планирует ставить комментарии а кому-то вообще не важно так что же происходит и наша с вами первая тема которую мы скажем это то как формируется информационная лента у наших подписчиков давайте вспомним давайте подумаем для начала подумаем а кто-то еще и вспомнит у вас к примеру ну какое-то количество не знаю 150 200 возьмем небольшое количество подписчиков и публикуете пост какому количеству подписчиков а может быть всем этот пост будет виден как по вашему напишите у вас есть определенное количество вы сделали публикацию как по вашему мнению кто ее увидит так ждем ваши ответы вспоминайте свои ситуации когда вы публиковали пост какое количество активных действий вы так Евгения написала десять процентов Евгения если можно расшифруйте почему почему десять процентов Мария Рацеборская Маша спасибо да как отличница комсомолка и просто красавица так Вячеслав написал что все увидят Наталья Костогот может те кто постоянно заходит на мою страницу и так я как понимаю варианты у нас те кого зацепит пост те кого зацепит пост Марина спасибо они еще и лайк поставят еще и комментарии оставят но чтобы они чтобы этот пост их зацепил очень важно чтобы они его увидели как вы обычно работаете со своим инстаграмом первое действие номер один берем свой смартфон и заходим собственно в программку инстаграм мы зашли и вот нам уже автоматически сейчас поставлю начинает программа формировать ту ленту которую так вот вот так вот да я сделаю которую он для нас приготовил и вот интересный момент на самом деле не всегда мы знаем как формируется эта лента я специально поговорила со специалистами в области продвижения в инстаграм которые действительно все точно знают именно по правилам работы по техническим характеристикам как это формируется если раньше лента новостей формировалась хронологически календарно то есть все что мы делали все что делали те на кого подписан человек оно в хронологическом порядке существовало а сейчас обратите внимание вам никогда не попадался сначала вы смотрите пост который был размещен 15 минут назад следующим идет другого человека он был опубликован три дня назад а за ним идет пост который был сегодня утром к примеру совершенно никакой хронологии у меня тоже возникали как у пользователя вопроса как же так получается так вот Маша правильно написала очень очень близко к правильному ответу те кто был активны под нашим постом на самом деле сейчас у инстаграм существует алгоритмическое формирование новостной ленты есть некий алгоритм по которому программа сама формирует для нас те публикации которые по мнению опять же программы нам будут интересны есть определенные критерии которые учитывают программа формируя нашу индивидуальную ленту я вас уверяю что у каждого подписчика будет лента своя потому что у каждого свое количество лайков то есть я реагирую больше на какие публикации рогирую больше соответственно те публикаOU будут попадать мне в ленту чаще а у каждого из нас разные прошу прощения геотеги хэштеги соответственно те которые я употребляю чаще и мне будет попадаться чаще публикации тех людей которые со мной также используют эти теги и хэштеги соответственно абсолютно верные Если, Евгения, спасибо большое за ваш комментарий, так же, как и в Фейсбуке, да потому что Фейсбук и Инстаграм это сейчас практически одна платформа, которая работает по единому алгоритмичному принципу. Если в ВКонтакте, к примеру, вы можете вручную перестроить свою новостную ленту на календарный как раз хронологический порядок, то Фейсбук и Инстаграм не дают такой возможности и он формирует еще раз вот это ключевое слово, вашу индивидуальную ленту, которая будет подсовывать, предлагать вам просмотру то, что интересно. Мы это можем использовать в своей работе? Конечно. Мы это можем использовать, потому что сегодня, вызвав интерес нашей аудитории, мы гарантируем себе то, что и в следующий раз следующая публикация будет им показана. Поэтому чем выше сегодня активность на нашей публикации, тем большему количеству людей будут предложены к просмотру следующая моя публикация. А вот еще Вячеслав написал про оповещение. Абсолютно верно. Очень часто кто-то подключает услугу оповещения. И если мне категорически интересен какой-либо конкретный персонаж, человек, аккаунт, то я включу оповещение на него и, соответственно, все его публикации мне будут приходить в виде оповещений. Но насколько мы можем быть уверены, что все наши подписчики включили это оповещение на нас? Наверное, это сложно предугадать и как-то спрогнозировать. Поэтому наша задача сегодня быть интересными настолько, чтобы ваш подписчик проявил активность и обязательно мы в большей степени вероятности были уверены в том, что следующая наша публикация будет ему показана. Помним об этом, помним о том, что не все, что мы публикуем, видят сразу все. К сожалению, четкой системы, как это делает Инстаграм, это закрытая информация, поэтому мы можем только наблюдать за отзывами и реакцией наших подписчиков для того, чтобы понять, что интереснее. Гарантии нет, абсолютно верно. А несколько, опять же, основным моментом, из чего будет состоять этот алгоритм. Что чаще лайкает, что чаще смотрит, на какой странице публикация дольше задерживается и так далее. Запоминаем. Это индивидуально и мы сегодня делаем что-то мегаинтересное, гарантируем поддержать и продлить свой интерес в будущем. Итак, двигаемся дальше, уже 23 минуты, так быстро идет время. И мы сегодня будем говорить о бесплатных способах раскрутки своего аккаунта в Инстаграм, как это можно делать легко. Нет, не легко, я не то слово употребила. Бесплатно, приложив только свои усилия для того, чтобы, как мы говорили в самом начале, в каждом посте были только вы. Я приглашаю моего сегодняшнего соведущего. Это мастер компании, который 5 лет в бизнесе, Коррелл Клаб и в большом количестве стран есть партнеры и потребители. В Инстаграм это тоже очень успешный и эффективный человек, потому что более 13 тысяч подписчиков на его аккаунт. Я приглашаю своего соведущего Андрея к России. Подключаем. Так, секундочку. Сейчас я найду Андрея. Вы пока можете поприветствовать. Так, Андрея. Сейчас у нас появляется. Так, так, так. Андрей. Так, отлично, Андрей появляется. Оставляю вас с Андреем и продолжаю следить за ходом нашего сегодняшнего вебинара. Спасибо, Анатолий. Ну, давайте определимся. Здравствуйте всем. С этим определились. Давайте поймем, слышно или видно меня, чтобы... Хотя бы плюсики там, либо по качеству. Ну вот, все. Видно. Я очень рад приветствовать вас, друзья. Очень интересно было то, что происходило только что. Сейчас, несколько минут назад, вот как Ольга проговаривала все эти моменты, я был чуть-чуть обескуражен, потому что некоторых моментов даже я сам не знал. Поэтому хочу сразу обозначить, что я не являюсь экспертом по продвижению Инстаграм. Я просто веду свою страничку. Я делаю это, ну, почти два года. Не знаю, не смотрел, когда-то мне начинал. И вот какие-то советы свои в этом направлении сейчас могу вам дать. Ну, поделиться тем, что знаю сам. Значит, в первую очередь я начал вести Инстаграм никак не с целью строить на нем бизнес. И до сих пор я бизнес на Инстаграме не строю. То есть он помогает. Это какая-то визитная карточка. То есть после встречи человек приходит домой, заходит в Инстаграм и реально смотрит адекватно. Адекватный ли человек ему предлагал бизнес или нет. Соответственно, я работаю над тем, чтобы мой Инстаграм был Инстаграмом адекватного человека. Поэтому это не что больше, чем параллельное направление, где можно развиваться и где, ну, я думаю, нужно развиваться. Поэтому давайте ни в коем случае не будем сейчас вот все по бизнесу в сторону. Давайте мы вот только с Инстаграм целевая аудитория, там, правильный контент. И вот люди будут подписываться, и мы будем строить бизнес. Ну, не хотелось бы забывать, с какой целью мы начинаем это делать. Соответственно, смотреть, приносит ли оно плоды или нет. Это первый момент. Второй момент. Я понимал, что это партия в долгую. То есть за месяц, за два мы можем сделать, что у нас будет 100 тысяч подписчиков. И я там егэгэй, да. То есть, ну, сейчас количество подписчиков никак не влияет на выхлоп с Инстаграмом. У меня 13 тысяч, могло быть 133 тысячи. Единый объективный показатель, активный у вас Инстаграм или нет, это количество лайков, комментариев под фотографией. И то не всегда. Да, то есть есть варианты, когда там лайков больше на, там, одна фотография 10 тысяч лайков, а вторая фотография 16. И мы понимаем, ну, суть этого всего, да. Точно так же с комментариями есть программы, которые это все накручивают, но это не имеет никакого значения. Разве свое самолюбие порадовать? Ну, это отдельная тема, я думаю, это не сегодняшний наш вебинар. Ну, давайте по слайдах мы кратко пройдемся. Ваши инструменты по увеличению активности в Инстаграм. Что вы делаете, чтобы увеличить активность? Давайте напишите свои варианты, и мы несколько рассмотрим. Ну, я лучше думаю, давайте так, под запись каждому мы сейчас дадим список вот таких инструментов всех. Что может повлиять на активность вашего Инстаграма? В первую очередь, правильно оформленный ваш профиль, 100% мне понравилась эта тема. Причем, как ты подписан, и потом, ну, одно это твой никнейм, второе, как имя написано. Желательно, чтобы одно было на английском, второе на русском, чтобы, да, человек, вводя ваше имя на любом языке, мог вас найти. Интересный, разнообразный контент, а не фотографии только нашего продукта. Либо там только селфи с одного ракурса, с одной улыбкой. То есть, контент должен быть разнообразным. И он, ну, создаете слайды по мотивации. Я иногда такие смотрю, мне иногда это нравится. Ключевые слова в названии и описании аккаунта. То, что я только что сказал. Плюс в описании должно быть, если там, ну, например, мы, страничку, у нас студия, мы садим людей на шпагат, вот у нас должно быть, страничка называется растяжка, а в описании быть шпагат, чтобы и то, и то слово участвовало в поиске. Следующее. Хэштеги и геотеги. Это Аиш рассказывала в прошлый раз, мне понравилось. То есть, у меня тоже чуть-чуть я эту тему зацеплю сегодня. Оно влияет на охват очень сильно. Поэтому каждый пост должен быть с хэштегом и, соответственно, с геотегом. Время публикации, только что вы проговорили, что оно уже не так сильно влияет. То есть, прайм тайм, он уже даже, можно сказать, полтора часа до прайм тайма является прайм таймом. Потому что, если вот самые популярные люди, на кого вы подписаны, они выставляют фотографии всем, и вы посчитали, что прайм тайм это 7 вечера, то выставляя фотографии всем, те люди вас не увидят, потому что у них другие люди в приоритете высветятся. Взаимопиар, ну это отдельный огромный пласт работы. То есть, это и с другими блогерами, и с группами. Ну, тоже об этом сейчас поговорим. Нетворкинг, то же самое. Лайки и комментарии. Вот здесь зависит, как быстро вы насобирали лайков, и сколько у вас комментариев под фотографии. Иногда вылетают в топ фотографии, у которых 100 лайков, но зато 50 комментариев. Инстаграм понимает, что что-то интересное было написано, либо что-то важное, что люди комментируют, реагируют. И он показывает эту фотографию в топе всего поиска. Следующая история, это вообще отдельная история. Очень люблю эту вещь, потому что она позволяет нам сблизиться с человеком. Об этом тоже чуть-чуть дальше. И отметки пользователей. То есть, это вот набор инструментов. Вы можете проверять свой Инстаграм, пользуетесь ли вы этим или нет. Соответственно, если вы относитесь к Инстаграму профессионально, вы хотите сделать с этого рабочий инструмент, это все надо понимать и прорабатывать. Дальше, что у вас? Вот то, что я сказал. Скорость реакции подписчиков на ваши публикации показывает, это показатель вашей популярности в Инстаграме, это показывает Инстаграму, что стоит этот пост куда-то показать, если так быстро людям это все нравится. Соответственно, над этим надо поработать, чтобы люди быстренько поставили вот этот лайк. В первые прям минуты. Это влияет. Первым лайком может быть ваш лайк. Но чтобы это не было обидно, когда вы выставляете фотографию, и там два лайка вы и мама. Либо вы, не знаю, и ваш кот. И вот, чтобы попасть в топ-9, вы знаете, что такое топ-9, то есть любой хэштег и геотег, он участвует в поиске, то есть если человек ведет в поиск в Инстаграме там слова, например, MLM, высветится вначале топ-9 фотографий в этом направлении, а потом все остальные, новейшие, скажем так. Вот в новейшие мы можем попасть очень просто, просто выставляя фотографию с хэштегом, например, мы моментально попадаем в новейшую. И если люди после нас делают то же самое, наши фотографии опускаются. Так, давайте я спрошу, прочитаю комментарии, а то я забыл. Андрей, а есть регулярные подписки на продукт или бизнес в компанию через Инстаграм? Да, есть, но не это построило мой бизнес. Ну, одним словом, я этому не обучаю. Ну, мы на это не ставим вообще никакой акцент. Это как параллельная, как визитка подписания, конечно, что есть. Если вы видели в Инстаграме, продажи есть, и люди подписываются, но чтобы это сдублицировать, на это у меня ушло два года, чтобы был тот результат, как сейчас. Особенно важен лайк от собственного кота. Показывает уважение к вам, вашего кота. Если кот вас не уважает, кто вас будет уважать? Я шучу, конечно. Какие публикации попадают, как это можно использовать, и как попасть самому? До недавно мы сами не понимали, как это делается, но оно зависит от быстроты и качества набора лайков и комментариев. Давайте приведу пример, как это происходит у меня, например. Вот вы видите в верхнем левая фотография, или для вас правая, не, левая, это как и для меня, фотография, и там видно вверху, вот моя фотография, которую я вчера выставил, там уже более двух тысяч лайков, и там есть комментарий, family over everything, то есть семья превыше всего. Таких фотографий с таким хэштегом у нас есть 2 миллиона 200 тысяч. И благодаря тому, что она набрала быстро много лайков, она попала в вот этот топ-9. Соответственно, охват этой фотографии, ее увидели очень много людей. Чтобы она туда попала, мне надо было сделать так, чтобы лайки туда прилились быстро, и было много быстрых комментариев на этой фотографии. Сейчас я вам скажу, сколько комментариев она собиралась за, ну, буквально вот эти сутки, да? Нет, суток нету даже. Сейчас мы самому интересному. 2248 лайков. Это мы сделали 20 часов назад. И 91 комментарий. Соответственно, эта фотография попала в топ, потому что она быстро набрала. Вы можете это видеть. И следующее, это, ну, если мы говорим о хэштегах. Хэштег должен быть правильным. А я же говорила. Если у вас, ну, в среднем фотографии набирают, там, 100-200 лайков, а вы ставите хэштег, вот как вот этот, family or everything, и там 2 миллиона участвуют в этом поиске, ну, очень вряд ли ваша фотография с 200 лайками наберет, ну, попадет туда в топ. То есть надо выбрать себе по силе хэштег. Я никогда не ставлю хэштеги там, где миллиард фотографий. То есть я всегда плюс-минус прикидываю, сколько публикаций и какая может попасть в топ моя фотография. Если бы я ставил фотографию с продуктом, например, они обычно набирают меньше лайков, либо предметной фотографии. И я поставил такой большой хэштег, но очень сомневаюсь, что она туда бы попала в топ. Следующее вы видите поиск по ГЭА-тегу. Вот это была последняя конференция сейчас, вот прошлый уикенд. И вот Киев, Конгресс Холл, Мерфюр, как оно там читается, не знаю. Я поставил фотографию. И вы видите, там даже 2 мои фотографии участвуют в поиске. Я в сером костюме спиной, я в сером костюме смотрю на вас, вот прям так пронзительным взглядом. И кроме этого, с нашей команды, вот здесь 1, 2, 3, 4, 5 фотографий из 9, это фотографии, ну, собственно, нашей команды. Это мы так участвуем в поиске по ГЭА-тегу. Это тоже люди, которые вот там Андрей Пяста, Лиля Трошина, Виталий Белоган. Вот они сделали, там Владимир Авсипянов, вижу фотографию, да, выставил, не видно отсюда, кто именно. Вот они участвуют в этом поиске топ-9. Если человек зайдет посмотреть, где в Киеве интересные места, либо просто введет в Киев как геолокацию, одни из фотографий ему покажутся вот эти 9. Соответственно, это мы увеличим наш охват. Как и зачем отмечать людей? Не знаю, пользуетесь ли вы этим или нет, но если, например, вы увидите популярного человека на улице, там, какого-то блогера, вилсаком, или, ну, не знаю, блогера вашей местности, который популярен в Инстаграме, и вы попросите с ним сфотографироваться и отметите его на этой фотографии, возможно, он зайдет и пролайкает эту фотографию. Возможно, он даже не пролайкает, но эта фотография высветится у него. Ну, сейчас мы к этому придем, там инструментарий мы прям покажем, как это делается. Это может очень сильно увеличить ваш охват. Ну, почему? Потому что если я листаю рекомендации и я вижу, например, уже знакомого мне блогера и с ним кто-то рядом стоит, скорее всего, я зайду и посмотрю, а кто это рядом с этим блогером. И это увеличивает шансы, что я перейду на вашу страничку и посмотрю, кто же вы такой. То есть отметить мы можем через вот эту собачку и отметить можем в отметках фотографии. Вот как это делается. Смотрим, я потерялся, подождите секундочку. Вот как это делается. Отметить пользователя. Нажимаем на любое место на изображении и уже дальше видим, что мы отметили Coral Club. Соответственно, если кто-то заходит на Coral Club, он видит фотографии с пользователем Coral Club. Вот эти фотографии, на которых есть отметка. Вот видите, фотография справа, она показывает, что когда кто-то зашел на Instagram Coral Club и выбрал фотографии с этим пользователем, он увидит ваши фотографии. Вот там Марина Гурай, Ольга я вижу. Вот как это работает. Ольга правильно все делает, если ее фотографии там в токе. Вот здесь самый интересный момент. Ваши сториз и прямые трансляции, прямые эфиры. Они появились достаточно давно уже в Инстаграме. Это как бы отдельный вообще Инстаграм мы можем сказать. Потому что все чаще люди смотрят больше сториз, чем ленту новостей. И многие мои знакомые именно так мне и говорят. Слушай, говорят, а я вообще ленту не смотрю, там фотографии, а вот в сториз я у тебя видел, ты там то рассказывал, либо другое. И... А недавно появились прямые трансляции. Это вообще интересный момент. Почему они так людям интересны? Как вы думаете, вот почему сториз это... Когда мы снимаем 15-секундные видео, прям в Инстаграм. Если у вас есть Инстаграм, там сверху сразу видно, что люди выставляют сториз, небольшие такие истории по 15 секунд со своей жизнью. Там можно и фотографии поместить, и видео небольшое сделать. Люди хотят смотреть живого человека. Да, люди это такое создание, которое любит за кем-то, следит. Следите, они как бы вникают в твою жизнь. Это для них честь, это для них интересно. Как же живут другие? О чем они говорят? Какой у него голос? Какая у него речь? Потому что иногда есть большая проблема. Вот я так сразу по ходу буду вам говорить, а вы себе записывайте, чтобы вы потом такого не делали. В Инстаграме у него посты подписаны все таким языком чистым, так все грамотно, ну, прям до запятой. А заходишь в сториз, а там просто необразованный такой человек, а, б, и не умеет толком и говорить, и, ну, как бы, речь построить. Соответственно, мы видим какое-то несовпадение, и это нас раздражает, что ли. Мы не понимаем, что происходит, но этот человек нам перестает быть интересным. Все, что мы делаем в Инстаграме, в соцсетях, оно должно быть настоящим. Потому что если человек пытается показать себя, кого-то, кем он не является, в первую очередь, люди это чувствуют, во-вторых, очень скоро ему надоест это делать. Он устанет. И перестанет это делать. И все. И все, что он там прорабатывал полгода, либо год, оно коту под хвост, потому что, ну, он перестал это делать. И все. Соответственно, давайте не будем строить из себя тех, кем мы не являемся, и показывать людям реальную свою жизнь. Я не говорю там оборванные обои, либо там какие-то вещи, которые, ну, не сильно красочно выглядят. Но в любом случае показывать реальную жизнь. Да, несоответственно вызывает недоверие. Сто процентов. Соответственно, анализируем свои Инстаграмы и видим, есть ли это несоответственно или нет. Дальше это все должно быть качественно. Одни из важных правил Инстаграма. Люди любят качество. Если некачественные фотографии, но надо выставить, потому что прайм тайм, либо там охват надо увеличить. Не делайте этого. Это только будет раздражать. Люди перестанут, будут отписываться потом. Хорошо, давайте возвращаемся к истории с stories и прямыми эфирами. Как бы подготовиться и провести. Сторис готовиться, в принципе, не сильно надо. Посмотрите, как вы выглядите в кадре, где у вас больше щеки, либо меньше, там, где нос нравится, не нравится. И снимайте. Постарайтесь сделать так, чтобы у вас не было 600 stories и все с одного ракурса, и вы вещаете все время. Людям это неинтересно. Они одну, вторую, третью историю смотрят, а потом выключают. Одно и то же. Соответственно, старайтесь, чтобы это было по-разному, это все выглядело. И живо. Делайте это регулярно. Зачем? Например, я захожу в Instagram, и у меня сразу сверху показывают, о, там новый человек, за которым вы следите, он снял новый stories. Если даже я не захожу к нему в ленту новостей, и я сейчас не собираюсь ленту смотреть, я зайду на него, я посмотрю этот stories. Если оно мне очень сильно понравится, я зайду на его аккаунт, я пролайкаю фотографии, ему увеличится охват и активность. Соответственно, stories это очень важно. А прямые эфиры еще важнее. Они закрепляются сверху в поиске. То есть, если stories все двинутся, то прямые эфиры имеют, как это называется, приоритет. Они в первую очередь показываются тебе. И ты можешь посмотреть. Но прямые эфиры, если будем делать так же часто, как stories, они просто достанут людей, люди перестанут на них заходить. То есть, надо чувствовать. Вот вы чувствуете, что вам нравится, что не нравится. Вот точно так же делаем, ну делаем и мы, делаете и вы. Делайте то, что вам нравится со стороны. Вот, что значит снять stories. Там сверху фотоаппарат нарисован. Вот мы туда заходим, и мы начинаем снимать stories. А вот это примеры свежих историй. Вот Мария Рацеборская в топе поиска по stories, например. Дальше, правая фотография, это у нас уже отображается сам экран, когда мы готовы снимать stories. И есть разные режимы. Прямой эфир, вы там видите, обычная, бумеранг, суперзум там дальше есть. Но это все вы разберетесь, когда войдете, попробуете там 10 раз снять что-то. Не обязательно это все постить, но попробуйте, вы сможете и разобраться. И сверху слева вы видите настройки. Что значит эти настройки, что вы можете настроить? Первое, кто может писать сообщение в ответ на ваши stories. Вы пишите, только ваши подписчики, либо все любят. И дальше, разрешить делиться, обязательно ставьте да, разрешить делиться. Почему? Потому что, если ваша story будет смешная, там, как иногда у меня бывает, то его перекинут друзьям. Если друзья не были на меня подписаны, они подпишутся. И если вы полезность какую-то дали, они тоже вашим stories поделятся. Все, соответственно, вы увеличили потенциальную группу людей, которые за вами следят. Задание номер один. Внести свой контент-план, stories и темы прямых эфиров. То есть, прям распланировать, о чем людям интересно было бы смотреть, куда можно поехать, чтобы снять что-то интересное. И, ну, я уверен, что каждый день возле нас проходит очень много ситуаций, которые по-настоящему интересны, были бы подписчикам, и просто забываем о такой функции Instagram, как stories. Вот я всегда люблю смотреть на людей, которые мне интересны, я люблю смотреть, где они сейчас. Это как бы, ну, ты часть жизни чьей-то становишься. Поэтому делайте это, не игнорируйте. Активность по стенам. Давайте так. Как запустить активность? Как сделать, чтобы было много комментариев? Запускаем обсуждение следующим образом. Значит, несколько моментов. Первое. Вы можете задать вопрос. Вы можете, как бы, включить дискуссию под фотографии. То есть, обозначить тему обсуждения. Давайте подумаем, там, поразмыслим над этим, над теми или другим. Дальше вы можете спросить ответ на какой-то свой, там, банальный вопрос. Ребят, какие туфли лучше, там, вот эти или вот эти. И предложить написать свое мнение по тому или другому поводу. Какие еще там есть варианты у вас? Я не знаю, я свои, в принципе, все назвал. Я сейчас покажу, как это выглядело у меня, какие вопросы я задавал. Моя страничка, Андрей Красивый, найдете меня. Красивый 1. Ну, вот он все, купишь. Давайте так, посмотрим. Вот первая фотография, где у меня, где так стоил, пол головы у меня, половинки такой, да? На самом деле, это просто фотография, обрезана, потому что я скриншот выставить должен был. Значит, я спросил у людей, я сказал, слушайте, сегодня день зарплаты у сетевиков, и давайте, ну, поинтересуюсь, сколько вы считаете нормально зарабатывать на сегодняшний день? Без фантазии, без иллюзий, вот как вы думаете, какая цифра? Вопрос денег, в принципе, всегда интересовал людей. Им всегда интересно, сколько мы зарабатываем, им интересно, сколько зарабатывают другие, это достаточно интимный вопрос. И он вызвал некое обсуждение, 49 комментариев под этой фотографией. То есть, мы вот таким вот образом сделали активность. Следующая фотография, она набрала 1150 лайтов. Вопрос был в другом. Мы создали с женой некий квест, некое соревнование. Мы поспорили, у кого активнее подписчики. И это тоже вызвало некую интересную реакцию. Мы поспорили, на кого больше подпишется людей странички, либо с моей на нее, либо с ее странички на мою. Это тоже вызвало некий ажиотаж. Но на самом деле, я могу это еще не объяснять. Вы можете заходить на людей, у которых вам инстаграм нравится, смотреть, что делают они, анализировать и делать то же самое. Это очень важно. Я так учился это делать. И следующая, третья фотография. Там где-то вообще половина меня. я спросил, какой сериал вы можете мне посоветовать. Поскольку страна советов, они всегда рады помочь. И там 88 или сколько там лайков, 88 комментариев, прошу прощения, по этому поводу. То есть, это такая возможность увеличить активность. А если активность большая, вы попадаете в рекомендации, соответственно, вас видят другие люди, и вы можете увеличить количество подписчиков, активных подписчиков, которые подпишутся на вас не с гивеуэя, не с там обязательно, когда подписываются, а подпишутся по своему собственному желанию. Скорее всего, они не уйдут от вас через некий период времени. Дальше. Как делать в начале, когда нету, скажем так, фанатов, нету приверженности к вашей страничке прям ярых таких, как сделать быструю активность? Команда поддерживает. Что это такое? Мы создаем чат наших друзей, наших партнеров в бизнесе. Лучше не путать партнеров и друзей, потому что партнеры об одном общаются, друзья о другом, и может в один конфликт вот этих всех чатов. Соответственно, мы создаем любом мессенджере, либо лучше в директе вообще, чтобы сразу туда скидывать фотографии. Например, мы создали группу, мы объединили туда всю свою структуру, либо все параллельные ветки, кто говорит, слушай, нам бы тоже активность не помешала. И мы договариваемся. Если у меня выходит пост, я сразу скидываю его в эту группу, а лучше поставьте просто напоминание, уведомление о новых постах. И если вы видите мою фотографию, давайте договоримся, мы каждый должны поставить хоть какой-то комментарий в тему этого всего. Либо смайлик, либо плюс, либо вопрос, либо ответ. Ну, то есть, мы должны поднять активность друг к другу. Окей? Да? Окей? И у нас в чате сидит там 20 человек. И у вас моментально под каждой фотографией 20 комментариев. То есть, она быстрее вылетает в топ. Ну, вот, поделитесь ссылкой на пост и информировать о прямых эфирах, время, и о чем спрашивать, и какие вопросы затрагивать. Давайте так, я люблю прямые эфиры, когда они подготовлены заранее. То есть, там большее количество людей, чем обычно. Я всегда говорю, слушайте, сегодня в 9 вечера я буду проводить прямой эфир на тему, там, как мы строили личные отношения, либо как, там, за своей машиной ухаживать, да, либо как зарабатывались первые деньги в сетевом, и так далее, и так далее. Ну, надеюсь, хоть кто-то смотрели мои прямые эфиры, и я давно их, правда, не делал, но это хороший метод по активизации своих подписчиков. Соответственно, исходя из этого, вот следующее задание, прям записывается. Задание номер 2, это создать команду поддержки, создать чат, это делается очень легко. Прямо сейчас пишите, давайте, давайте вот на взаимовыгодных условиях делаем вот такие вот вещи. Что я хотел сказать вот этой фотографии, ничего, что мое выступление уже подошло к концу, единственное, что я хочу вам пожелать, это делать Инстаграм параллельно со своим бизнесом, чтобы ваш бизнес прирастал, когда вы получите Мерседесы, лайков у вас будет явно больше, чем без Мерседеса. Люди будут интересоваться, соответственно, чтобы Инстаграм был интересен, без технических вот этих всех лайфхаков мы можем это делать, просто становясь интересным человеком для других людей. Поэтому, друзья, я верю, что сейчас Коралловый клуб в соцсетях будет очень ярко представлен. Я уверен, что сейчас у вас всех увеличится количество лайков и количество комментариев, и вы найдете даже своих людей, клиентов и потенциальных партнеров благодаря Инстаграму. Спасибо вам за ваши вопросы. Надеюсь, я был полезен. У нас дальше есть бонус для вас. Если вы выполните первое, второе... Да, это не я уже буду говорить, правильно? Правильно. Я надеюсь. Все, Оль, спасибо за возможность пообщаться, поделиться. Надеюсь, был полезен. Андрей, вам огромное спасибо. Я уверена, что участники тренинга сейчас поставят в чат выразят все свои эмоции, скажут вам большое спасибо. Я, если вы будете не против, и участники тренинга, и Андрей, а еще с удовольствием буду приглашать этого интересного человека, действительно лидера, для того, чтобы он делился своими полезными советами. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Спасибо аудитории. Пока-пока. Так. Спасибо за комментарии, Андрей. На самом деле, это очень важно. Вовремя сказать спасибо. И ваш ответ на комментарий, это тоже спасибо тому, кто этот комментарий сделал. А каждый комментарий лайк, это ваша активность, это ваш успех, это подтверждение того, что вы интересная аудитория. Мы с вами продолжаем. Я, до того, как мы перейдем к бонусу, опять же, нашему традиционному уже, я особое спасибо, особое внимание хочу уделить тому, что в самом начале сказал Андрей. Важные слова, которые действительно необходимо понять и принять для себя. Инстаграм это не панацея работы в современном мире. Да, это самая популярная социальная сеть, да, она самая продаваемая, но это не единственный инструмент, который принесет вам успех. Это один из инструментов. Один из инструментов, зная, понимая специфику которого, вы будете продолжать успешно работать, либо вы станете успешно работать. Но ни в коем случае не исключая другие инструменты по рекрутированию, продвижению себя, созданию своего личного бренда, позиционированию продукта и привлечению новых потребителей, покупателей, клиентов, партнеров. Поэтому очень-очень важно оценить, вот об этом тоже Андрей говорил, оценить свои возможности, насколько получается, насколько успешен этот инструмент, насколько он ваш. И только в случае положительного ответа, да, мне это приносит результат, продолжать им столь же эффективно работать. Потому что, чтобы получить действительный результат в социальных сетях, Андрей сказал, он начал с этого свое выступление, что все-таки он заранее понимал, это долгосрочный проект, и соответственно сегодня сделать что-то или нажав одну кнопку и получить моментальный результат, это невозможно. Соответственно, нужно понимать, что вложение усилий, времени, своих эмоций, только это принесет пользу, и это будет процесс поступательный. И еще, если MLM бизнес, это все-таки дубликация, обучение наставникам ниже стоящего человека, ой, аккуратно, чуть не прилетел, то при работе в социальных сетях дубликацию мы должны воспринимать особенно, потому что четкое копирование действий кого-либо здесь не проходит. Здесь очень важна индивидуальность и собственный подход. Очень важно четко прочувствовать настроение своей собственной аудитории для того, чтобы оперативно на нее реагировать. Очень здорово, когда вы берете формы работы, те, которые действительно успешны, но наполняйте своим содержанием, собой, своим контентом, своей личной историей, своими результатами, своими короткими видеороликами. Поэтому не забывайте о том, что есть общие правила, но важна индивидуальность и на вас на индивидуального, на особенного, на интересного человека будут приходить такие же люди. Спасибо. Да, возможно, к весне, но хотя у нас сегодня пятый день зимы и в Москве наконец-то выпал снег, это тоже приятно. Ну, а теперь к нашему бонусу, потому что это ваша возможность еще раз показать свои успехи и получить обратную связь от человека, который вправе ее давать. Итак, выполняем два сегодняшних задания. Вы скачаете материалы, посмотрите, еще раз вспомните, что первым заданием у нас было внести в контент-план и начинать делать сторис и прямые эфиры. Это очень делать важно. И второе, создать группу поддержки, но не просто ее создать, а активную включить в работу, потому что мы сегодня об этом уже говорили, только моментальное реагирование на вашу новую публикацию поднимает вашу публикацию в рейтинге. Чтобы это было сделано, воспользуйтесь таким простым инструментом. Возьмите помощь зала, создайте команду друзей, объедините в одном месте и информируйте их о том, что публикация вышла, очень важна их реакция. Делайте это обязательно, это вам поможет поднимать ваши публикации в топе и делать их более часто выбираемыми системой и размещением в новостную ленту. Итак, выполняйте два задания. Обязательно подписывайтесь на страницу нашего эксперта Андрея Краси и следите за его публикациями. Я видела в чате вопрос, что не могут найти. Неправда, я Андрея нашла сразу, причем его имя и фамилия написала даже на русском. Поэтому пробуйте, не получается, пробуйте еще раз. Учитесь использовать все методы, смотрите в подписчиках других людей, других коралловцев. Учитесь искать, это важно. Не будем давать прямые ссылки, учитесь искать и это вам поможет в дальнейшем при поиске своей целевой аудитории. Итак, завтра, 6 декабря Андрей публикует пост по материалам сегодняшнего тренинг вебинара. Вам нужно будет не только отреагировать и просмотреть этот пост, поставить лайк, а самое главное написать свой комментарий, в котором должны быть такие слова. Я сам раскручу свой аккаунт, потому что и обязательно вашу фразу, потому что я способен на многое, потому что я умею добиваться цели, да потому что я это я. Напишите, почему вы это сделаете самостоятельно. Для Андрея это будет сигнальной фразой, и он зайдет к тем подписчикам, которые первыми написали комментарии к его посту, и даст свою обратную связь в личном сообщении через директ по активности в ваших постах. И даст советы, которые нужны именно вам. У вас будет такая индивидуальная консультация замечательного человека, интересного, эффективного лидера, ну собственно то, что вам нужно человеку, который стремится к повышению собственного профессионализма. Итак, держите этот бонус, используйте его, очень коротко отвечаю на вопросы по поводу где взять материал, у нас есть, сегодня даже есть две ссылки под моим видео, посмотрите, пожалуйста, и по этим ссылкам вы можете взять весь материал. С канала YouTube, конечно же, ролики не скачиваются, но есть пара хитрых способов, вы обязательно найдете информацию об этом в интернет, как и с YouTube скачать можно. Используйте возможности нашего безграничного интернета, если вам нужны эти ролики. А еще проще, у нас есть замечательная площадка CBA и Coral Business Academy, на котором также все эти материалы сохранены, и вы всегда онлайн можете продемонстрировать, посмотреть сами, показать своим партнерам, тем людям, которых вы также хотите включить в нашу с вами активную работу. А для того, чтобы работа была еще более активной, я скажу, что это прекрасная тема бесплатной раскрутки собственного аккаунта, какие инструменты можно и нужно использовать, мы эту тему с вами продолжим. И на следующем занятии, которое состоится уже послезавтра, 7 декабря, точно так же, как сегодня, в 16.00 по московскому времени, у нас будет часть вторая, как повышать свой рейтинг, собственно, как использовать инструменты бесплатной раскрутки собственного аккаунта. И советы и собственным опытом будет делиться еще один наш лидер, Иван Сахаров. Это наш лидер из Астрахани, активно ведет свой Инстаграм и прекрасно обучает свою команду использовать эту социальную сеть для именно увеличения своих бизнес-возможностей. Мы пригласили Ивана для того, чтобы он сегодня, так же, как Андрей, как до этого была у нас Аиша, как Татьяна Борисова, так же, как и Маша Рацеборская, поделиться своими практическими наработками. Вот такой человек с нами будет в четверг. Но для того, чтобы вы были подготовлены к, собственно, его советам и выполнили все то, что сегодня мы с вами нового узнали, вам еще раз очень коротко озвучиваю домашнее задание. Первое – это команда поддержки. Второе – это активная работа с командой поддержки по, ну, как бы сказать, созданию активности в каждом вашем посте. Это поможет ваши посты сделать еще более привлекательными для системы Инстаграм, чтобы рекомендовали именно ваши публикации. И под цифркой номер 4, наверное, всегда буду продолжать писать это задание. Очень важно продолжать быть активным в социальной сети Инстаграм. То есть, выполнять предыдущие задания, особенно нам полезен был урок номер 3. Во-первых, это работа с целевой аудиторией. Постоянно это делать, постоянно совершать те же самые действия, заходить в группы, подписываться на людей, комментировать и лайкать фотографии. О, количество рекомендованных Инстаграм до того, чтобы вас не забанили, мы также с вами на предыдущих занятиях уже говорили, обязательно возьмите эти материалы, у вас все это будет. Ну и, конечно же, использовать хэштеги, геотеги для того, чтобы заявлять о себе и для того, чтобы искать тех людей, которые могут быть вам интересны. И последний пунктик, это как раз для того, чтобы сохранить чистоту активности в вашем аккаунте, это убирать лишних подписчиков, которые не интересны вам, потому что они неактивны, и, скорее всего, не интересны вы, потому что они никак не проявляются в вашей публикации. Итак, я как поняла, у нас идет активно переписка в чате уже на темы очень личные, я поняла, что это еще одна платформа для обмена мнениями, но вы можете действительно уже переходить на личное общение, уже есть и в телефон, и так далее. Итак, очень важно, так, очень важно не просто знать, не просто понимать, как это работает, но очень важно это делать, поэтому призывом к действию делай, я завершаю сегодняшний вебинар, обязательно сделайте задание от Андрея, обязательно получите от него обратную связь по вашему аккаунту, отреагировав на его публикацию, сделайте это, и обязательно выполняйте домашние задания, потому что именно последовательность регулярных действий приводит к успеху. Большое спасибо, какие-то дополнительные вопросы, на которые не успела, пропустила, пожалуйста, пишите в форму обратной связи на сайт компании, все эти вопросы будут мне передаваться, а также на сайте Сибеи у нас есть адрес проекта, на который вы всегда можете написать и получить подробное письмо со всеми ответами. Спасибо большое за вашу активность, я всех вас приглашаю в четверг в 16 часов на следующий вебинар. Все последующие вебинары уже отмечены на нашем вебинарной площадке в графе ближайшие вебинары. Заходите, приводите своих партнеров, смотрите те ролики, которые вам необходимо пересмотреть, и будьте успешны. До встречи, всего хорошего. Игорь Негода,